Доброго времени суток моя семья, моя интернет семья, все кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Итак, у нас с вами халатные беседы. Как я уже открыла такую рубрику у себя, это халатные беседы. Халатные это ни к чему не обязывающе. Не надо меня там осыпать злыми комментариями, но дело в том, что они все равно будут удалены. Мы удаляемся от зла. Понимаете, вот так меня учит моя философия. Вот так мой отец меня учит. Удаляйся от зла. Вот именно так я и делаю. Ну, сами понимаете, мне никак нельзя вступать иначе. Я не могу ослушаться отца. Итак, сейчас я буквально вот недавно, несколько часов назад, прочитала такую публикацию, поскольку новости я не смотрю, публикации я тщательно все штудирую, сама занимаюсь переводами и публикую. Тут я читаю публикацию. Хочу прочитать и проанализировать ее вместе с вами. У кого какие мысли, обязательно внизу пишите свои комментарии, потому что выводы всегда делать вам. Но я считаю, что у меня есть слова. Другой бы на моем месте сказал. Ну, просто нет слов. Вы знаете, у меня есть слова. У меня есть что сказать на это. Но прежде я хочу прочитать это, чтобы вы видели. Итак, делаем глоток. Я всегда ставлю на стоп, прежде чем делать глоток. И вот сейчас вместе с вами мы прочитаем, что же опубликовали. Называется «You are info. Правда с блогев». Публикует нам «Le Figaro». «Le Figaro» опубликовала сегодня такую статью. «Школьникам во Франции разрешат носить юбки», а дальше, внимание, «вне зависимости от пола». Читаю дальше. Вот, дальше идет «класс» и что же дальше? А вот что. «Министерство образования Франции готовится к публикации документа, который поможет улучшить условия пребывания в школе для учащихся сменивших пол. А теперь, внимание, дети, которые еще не оформили свою психику, дети, которые еще вот только-только первые шаги своей жизни делают, здесь Министерство образования Франции готовится к публикации документа, который поможет улучшить, внимание, это они называют «улучшить условия пребывания в школе для учащихся сменивших пол». Об этом пишет «Le Figaro», информирует uainfo.org. «Трансгендер, небинарный и интерсекс», я вообще не знаю, что это такое. «Министерство образования, пребывая несколько месяцев в нерешительности, готовится уточнить роль, которую должно сыграть учебное заведение в связи с ростом числа учеников сменивших пол». Когда такое было? Которые хотят, чтобы к ним относились в школе нормально. Заслушав представителей учебного сообщества, Министерство опубликует циркуляр, как улучшить условия пребывания в школьной среде для детей-трансгендеров. Вы знаете, когда я это читаю, я понимаю, что воистину, вот воистину последние времена настали. Вы знаете, Содом и Гамора, когда пришли вот те последние дни, когда Господь настолько был, имел такое, наверное, состояние мерзости от всего увиденного, что полностью сжег Содом и Гамору. Вот сейчас состояние, нынешнее состояние вот этих всех парадов, вы знаете, о каких я парадах говорю, вот этих всех законов, направленных на улучшение, то, что я называю в кавычках, улучшение обучения детей в школе. Чему обучают? Что делают? Теперь дальше. Вы же понимаете, что происходит. Возьмите ребенка. Вот любой психолог и психотерапевт, лучше психотерапевт, даже психологи, каждый из нас психолог, вот лучше психотерапевт, пусть он объяснит, что это такое. Вот у детей, дети, они, мы все были детьми, и мы все можем сказать, что, например, появилась какая-то красивая кофточка у девочки, которая является лидером в классе. Мы непременно хотим эту кофточку. Появилась какая-то интересная сумочка у девочки, которая является лидером в классе. Все девочки смотрят и хотят такую сумочку. Теперь возьмите себе на заметку, что у детей есть вот такой стадный инстинкт. Ну, например, берем такой момент. Ребенок выходит на улицу в компании, и вожак, скажем так, заводила, вдруг бросает камнем в какой-нибудь щит или в окно. Немедленно все, кто с этим парнем и считает его лидером, они тут же все хватаются за камни и тоже начинают это делать. Лидер бежит, видит кого-то там, буллинг, например, в школе, начинает бить, тут же накидывается другая толпа. То есть в школе дети, они еще не управляемы своим сознанием, а больше инстинктами, понимаете? Примером других. Так вот, пишут, что увеличились вот эти люди. Я не хочу им ярлыки никакие вешать. Они ведь, вы не понимаете, если им по 10, 12, 15 лет, ведь они, как в 12-15 лет можно менять пол? Ведь они об этом могут пожалеть миллион раз, когда им будет 21, 25, 30. Разве это можно допускать, уважаемые психотерапевты? Разве можно давать добро, а ведь вы подписываете эти самые справки за вами последнее слово. Подумайте об этом, подумайте. Это нужно быть совершенно неверующим человеком. В уничтожении вот одной личности, а это с детства уничтожать. Вы видите, как интересно, сатана взял позицию, начиная с садиков из школ. Вот уже дошел до школ, и вот уже следующий будет садик. А потом из лап матери выдирать будет. Вот мать родила, и сразу же будут выдирать. Теперь внимание. Что говорит нам Священное Писание? Если у вас хоть немножко капли веры осталось, обязательно приобретите Священное Писание, откройте его, и я вам сейчас покажу, что же говорит Священное Писание вот именно на эту тему. Вы знаете, у Бога, у Отца Моего Небесного есть абсолютно на любую тему, на любую ситуацию в этой жизни есть ответ. Давайте я вам покажу. Откройте в той части Библию, где второзаконие, в Старый Завет, главу 22, стих 5, и вы четко прочитаете, на женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок, я вот увеличу, чтобы вам видно было, кто, потому что не может приобрести по каким-то причинам Библию, а хотят знать, что же Бог конкретно на эту ситуацию говорит. Мерзок, еще раз повторяю, мерзок пред Господом Богом твоим, всякий, делающий сие. Еще раз повторяю, на женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим, всякий, делающий сие. Ну, вы скажете, ну, сейчас женщины одевают многие мужские брюки. Минуточку, минуточку. Женщины одевают женские брюки. Женские брюки. Это как, знаете, у мужчин-шотландцев есть чисто мужской кельт. Вот кельт такой они одевают. Нет, нет, не путайте, дорогие мои, не путайте мужское одеяние и женское одеяние. Это две большие разницы. Это подмена понятий, кто такое только захочет записать. Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Я говорю открыто, именно об этой ситуации, где конкретно имеется в виду женская одежда. И называют они, придумали новые названия, там, трансы, шмансы и прочие зажимансы. Придумать можно все, что угодно. Но на самом деле Господь нас создал. Вот Адам и вот Ева. А между ними только дерево запретным плодом было. И больше ничего. А запретный плод всегда сладкий. Но что ж вы делаете с детьми? Зачем же вы ломаете им психику? А родители для этого вы рожали. Для этого. И вот это вот идет по накатанной. Ведь это мода. Мода. А через 20 лет будет другая мода. А уже не вернуть, потому что оперативное вмешательство было сделано. А что будет делать сатана и бесы? Они будут потирать ручки и говорить вот еще один в копилочку, вот еще одна душенька. Вот что говорит об этом Библия. Вот подумайте об этом. А дальше что? Туалет будут делить. А дальше что? Дальше имена менять. Не то, что было дано при рождении. А дальше что? Одно цепляет другое. Вы только задумайтесь. Мне очень интересно. Это как можно не любить своего ребенка, чтобы вот есть такие родители, которые говорят, их тело принадлежит им. Для чего установлен совершеннолетие срок? Да потому что мы... Посмотрите, птица, она не выбрасывает своих птенцов из гнезда. Птица, она кормит, выкармливает своего птенца до тех пор, пока... А если не дай Господь, ветер или еще что-то, или сам птенец сильно был активен и выпал из гнезда, она вместе в своей паре, он и она пытаются его и начинают кричать, звать на помощь, пытаются его всячески назад или как-то оберегать от опасности, там от кошки или еще от чего-то. И когда идет порядочный человек, он обязательно поможет каким-то образом этого птенца и положит обратно в гнездо. Вот как птица заботится, как она трепетно поднимает своего детеныша. Посмотрите, как собака, посмотрите, как кошка. Во что человек превращается? Тело ребенка, это вот у таких свободных в кавычках родителей, принадлежит ему. Ваша ответственность, не снимайте ее с себя. Ведите ребенка до тех пор, пока только можете, пока дышите, ведите его, держите его крепко-крепко за ручку, потому что как только вы откроете эту ручку, какая-либо рука мерзкая уже протянет и подхватит и захватит эту ручку, которая сделана, между прочим, из вашей плоти, из вашей крови. Частичка вас там тоже есть. Когда был зачат этот ребенок, то работали трое. Мама, папа и Господь Бог. Ну, а я люблю вас делать выводы вам и писать внизу комментарии, анализ этой ситуации вам, но это мое субъективное мнение. Здоровья всем, ментального здоровья, физического здоровья, здоровых семей вас, здоровых внуков, детей вам, всего вам самого наилучшего. Я люблю вас. Оставайтесь, подписывайтесь и обязательно, обязательно делитесь этим видео, ставьте лайки, потому что именно такие видео сейчас необходимо продвигать, продвигать. Вы же видите, как зараза активно продвигает себя. вот такие у нас сегодня были с вами халатные беседы. Пока-пока.